Вся Европа была оккупирована немцами. Все военные заводы работали на немецкую армию. Все страны Европы направили свои дивизии на Восточный фронт против Советского Союза. Это Вторая мировая война. Не была войной между разными странами. Цель Второй мировой войны была уничтожение Советского Союза. Получилось наоборот. Как и при Наполеоне, при Наполеоне русская армия пришла в Париж, не спалила его, не разграбила, а просто наказала французов за агрессию, за вторжение в 1812 году. В прошлом году мы отмечали 200-летие. В 45-м году Советская армия смела лучшие дивизии Бехмахта и освободила всю Европу. Это тоже был величайший подвиг. Хотя планировалось в июне 45-е. Они даже назвали эту военную операцию немыслимой. Это после гибели десятков миллионов советских солдат они планировали повернуть оставшиеся немецкие дивизии американскую армию и британскую, французскую против Советской армии прямо в центре Европы. Но не смогли договориться. Стыдно им стало, что Советская армия их освободила от фашизма, а они через две недели после победы будут уничтожать армию-освободительницу. Все-таки есть совесть у европейцев. Хотя планы были, как и были планы после 45-го года нанести ядерный удар по нашей стране. Десятки раз американские президенты подписывали директивы об уничтожении сотен советских городов с тем, чтобы разрушить военным путем нашу страну. Но боялись, как боятся уже 300 лет, нашей армии, начиная со дня создания Русской империи и первого императора Петра I. И тогда они взяли нашу армию изнутри. Даже Трою брали за счет троянского коня, когда привезли его в дар жителям Трои. А ночью оттуда вышли варвары и захватили город. Здесь не надо было завозить нам троянских коней. Завезли деньги, доллары, десятками и сотнями миллионов долларов и подкупили руководителей, чиновников последнего периода Советского Союза. Создали пятую колонну, которые не являются шпионами или диверсантами или террористами. Они просто произносят сладкие речи. Давайте демократизацию проведем. Давайте дадим свободу всем. Давайте создадим рынок. Давайте больше будет у нас свободной прессы, свободной суды. Против этого никто не возражает. Но это обертка. А вот начинка резко ослабить нашу страну. И они добились перестройки, как это было нужно, на Западе. Горбачев эту часть плана выполнил. И вторую часть Запад не просил выполнять. Но русский характер. Че там брать одну крепость? Давай две крепости возьмем. Че там план? Взяли Бухару. Давай Ташкент возьмем. Че там перестройка? Давай вообще всю армию советскую уберем из Европы. Мы победители. Мы стоим в Германии. Вся Европа с уважением смотрит на Москву. Потому что полумиллионная русская армия стоит в сердце Европы. В Берлине. И до Ла-Манша сутки переход. До конца Европы. Там в Лиссабоне стоит щит. Здесь кончается Европа. Вот там должен стоять был последний горизонт советской армии с 45-го года. И по нынешнее время. Но к власти пришли слабовольные люди. Потому что в 17-м году не было свержения монархии. Вместо белого царя нам навязали красного царя. Генерального секретаря. Царская империя самоликвидировалась из-за гнилой верхушки правильной жесткой вертикали власти. Но верхушка загнивает. Александр Третий правильно управлял страной. Но когда он умирает, вместо него приходит слабовольный царь. Николай Второй не виноват, что он был слабовольный человек. Огромное количество людей слабовольные. Такова жизнь тяжелая. И сильной волей человек, он находится обязательно в стране. Но монархия не позволяла царем провозглашать просто гражданина Российской империи. Подданного. Он должен быть член семьи. И вот по закону о престоле наследии власти приходит слабовольный царь. Который начинает войну с Германией. Зачем? Ему говорят, не надо. Мы же реки крови протечет. И наша страна не готова к европейской войне. Но огромное количество лиц в окружении царя среди журналистов, депутатов Государственной Думы с удовольствием подхватили лозунг начала участия в Первой мировой войне. Нельзя этого было делать. Тогда бы Россия осталась мощной, богатой, сильной. И не мы, не американцы бы пришли на помощь разгромленной Европе после Первой мировой войны. А мы, Россия, кормили бы бедных европейцев за их деньги. Зарабатывали бы то, что сделала Америка. Но не получилось. Поэтому династия была обречена. Сейчас, вот 21 февраля, было уже 400 лет дому Романовых. Но уже 100 лет почти их нет. Снова слабовольный человек Горбачев. Он жив сегодня. Сейчас в прямом эфире. По каналу одному из лучших в России, Лен-Си-24. Он слышит. Мы к вам обращаемся, Михаил Сергеевич. Свою слабую волю вы должны были проявлять в Таврополье. Там, в селе Привольном, ваше место, председателям всех советов. Но вы пришли в Москву, возглавили величайшего в мире государства. Но знаний вам не хватили. Мы уважаем вас. Вы очень сильно полюбили свою жену. Это прекрасный образец верности мужской и любимая жена. Но глава государства должен страну свою любить. И любить 300 миллионов граждан Советского Союза. И нельзя разменивать любовь к стране на любовь к жене. Поэтому мы не согласны с тем, что сделал последний советский руководитель. И вот эта Красная Армия была лучше армией. Но в связи с распадом СССР и исчезла Советская Армия. Сегодня, вот уже 22 года, у нас новое государство. У нас... Ведь столько русской крови пролито во всех странах, на всей планете Земля. Она вся пропитана кровью русского солдата. И Дальний Восток, Япония, Корея, Китай и Южная Азия, Вьетнам, Индия, Пакистан, Афганистан, Полуафрика и Латинская Америка. И вся Европа. Ни одна европейская армия не могла воевать. Даже в начале 19 века молодой Наполеон всех положил на лопатки. И Европа взмолилась. Русский царь, направь двоих солдат остановить этого начинающего диктатора. И русская армия пришла. Покорила Северную Италию, Южную Францию, Швейцарию. Совершила героический переход через Альпы. И там стоят памятники нашим солдатам. Европейцы не могли и не умели воевать. Но мы одерживали победы. И мы гордимся ими. Но мы одновременно с вами напугали Европу. И до сих пор она боится нас. И когда был сделан союз Антанта, накануне Первой мировой войны, Британия, Франция, Россия, как и после разгрома Наполеона, нас европейцы предают. Мы разгромили Францию, освободили Европу. Они делят богатство Франции, а русским что? Опять Польшу? Да не нужна нам Польша. За это поляки нас ненавидят. Нам все время отдавали Польшу. А мы бромили французов. И поляки нас ненавидели за это, не понимая, что не мы завоевывали ее, а европейцы делили Европу по-новому с учетом победы русской армии. И Первую мировую войну Антанта, Париж и Лондон предают героическую русскую армию. Они видят, еще год, и русская армия будет в Берлине. И тогда нужно будет отдавать России Босфор, Гарданеллы, Константинополь, все Балканы, всю Восточную Европу. Потому что русская армия должна была добить немцев в Берлине еще в 18-м году. И они нас предают, организовывают переворот, организовывают красный террор с тем, чтобы Россия не участвовала в разделе Европы после Первой мировой войны. Мало того, это они провоцируют уничтожение всей царской семьи, чтобы прервать историю, чтобы не было в России легитимной власти. И первые годы Советского Союза нас вообще не признают. Ибо по законам Европы советское правительство нельзя было считать законным. Ибо оно пришло к власти без выборов. И даже наоборот, не учло результатов выборов в учительное собрание в ноябре 1917 года. Но сделали специально, чтобы нам ничего не давать. русские солдаты провели кровь, а трофеи после войны делят французы, британцы, австрийцы и голландцы. И, наконец, через деньги, коррупцию, они коррумпируют верхушку КПСС, советских руководителей. И вы знаете, события 1991 года провоцируют создание ГКЧП, провоцируют неудачу ГКЧП. Хотя за спиной генерала Крючкова и маршала Язова стояла семимиллионная армия, 200 тысяч офицеров КГБ. Мы всю Европу могли наизнанку вывернуть. 10 Афганистанов покорить, но в предатии действует тайна. Достаточно вовремя не отдать приказ. И вот здесь, в нашем городе это случилось в августе 1991 года. И сегодня новые политические партии, все, кто претендует выступать от имени народа, спросите у них, что вы делали в августе 1991 года. И вы узнаете, кто вышел защищать Ельцина, сдавшего нашу страну с западу и от стыда ушедшего прежних срока и жизни. И кто выступил на защиту Советского Союза, единственная партия ЛДПР. В августе, 19 августа я вышел со своими сторонниками на Манежную площадь. Там стояло 2000 примятителей, такие, как сегодняшние Наваймы, Пономаревы, Немцовы, Каспаровы, Рыжковы, Шендеровичи, Айбац, Пархоменко. Вот там они стоят. Всего 2000. А в городе было миллион коммунистов. Где же коммунисты Москвы вышли на защиту Советского Союза и своей партии КПСС? Нет. И те, кто вышел защищать Белый дом, где окопался Ельцин со своей командой, вот они сегодня хотят снова вернуться к власти. Вот почему они продолжали разрушать нашу армию, ослаблять страну, вывозить деньги из нашей страны. Такого количества денег никогда никто не вывозил из собственной страны. Сотни миллиардов долларов. И почему это происходит? Потому что все последние 20 лет начато в 91-м году и по сегодняшний день продолжается операция прикрытия. Они нам говорят, что у нас сильная коррупция, а они эту коррупцию породили специально, потому что коррупция ослабляет государство и вызывает ненависть у наших граждан. это они первыми стали коррумпировать будущих руководителей сперва Советского Союза из Германии и США, а теперь вот весь Евросоюз коррумпируют. Но если сто лет назад они это делали тайно, хотя счета в немецких банках на имя Ленина и других руководителей не могут скрыть передвижение денег, то сейчас они в наглую американский бюджет США на каждый год в разделе государственный департамент это Министерство иностранных дел США есть строчка сотни миллионов долларов каждый год на развитие демократии в нашей стране. Каждый год сотни миллионов долларов получают те, кто организовывают новые партии антирусской направленности. антигосударственные где-то сегодня призывают распустить государственную думу с этой площади мы вам говорим никогда не добьетесь распуска государственной думы никогда не отправите в отставку русское правительство и российского президента мы сами знаем про наши недостатки мы будем критиковать но мы не будем уничтожать собственную страну никогда как в 17 году они одурманили рабочих Петрограда долой царя долой министров капиталистов что получили террор в 91 году они так же говорили долой СССР долой КГБ долой Советскую армию долой Советский Союз что получили Ельцинский террор в мягкой обложке не надо расстреливать на улице надо просто не кормить не давать работу не лечить и по миллиону преждевременно уходило из жизни разве мы не свидетели всего этого и сегодня мы вот вчера приняли закон чтобы чиновники высшего разряда не имели права иметь счета зарубежных банков разве это не элемент коррупции когда они помогают открывать чиновникам счета помогают управлять этими деньгами всем чтобы держать на коротком поводке высшее чиновничье сословие нашей страны это и есть высшая коррупция поэтому ОДПР никогда не согласится с организаторами беспорядков в мае прошлого года на Болотной и вот по этим бульварам они шагали 12 января они назвали закон Димы Яковлева законом подлецов вы представляете на чужие деньги они продолжают разрушать страну и хотят чтобы страна не только деньги вывозила за рубеж но и молодое поколение студентов всех забрать в Европу детей забрать туда женщин наших заместить проституток из Латинской Америки чтобы там в публичных домах были бы наши женщины вот их задача сегодня и частично выполняется и опять красивые слова опять им нужно все распустить все разогнать все растенить чтобы прийти к власти и сдать страну НАТО и США они первыми в случае победы оденут натовскую военную форму все эти выкормыши гайдары чубайсы бурбулисы и нынешние я уже называл нет смысла рекламировать их мерзкие фамилии то есть силой нас не взять никогда и никто этого не смог сделать все горело под ногами монгольской конницы ее победный марш остановили только русские солдаты русские воины русские полки потом они также остановят поляков шведов турок немцев французов американцев сегодня армия это главный инструмент мировой политики уберите вооруженные силы и весь мир превратится в хаос везде будет криминал кровь насилие всемирный пожар только вооруженные силы в состоянии быть гарантом мира безопасности и демократии но какая армия это сегодня обеспечивает та же самая которая остановила Чингисхана и уничтожила Гитлера наша армия русская советская и снова сегодня русская армия какие бы не были курсы валют кто бы в январе не собирался в Швейцарии на какие-то экономические форумы кто бы в Москве не проводил форумы Гайдара который был одним из главных разрушителей страны главным гарантом существования и развития нашей страны является наша армия как бы ее не предавали в первую мировую как бы не предавали советскую армию как бы не мешали новой русской армии сегодня именно она это поэтому 23 февраля это главный праздник страны мы найдем другую дату ту дату которая бы означала победу великой русской армии за тысячу лет мы благодарны солдатам советской армии но она существовала только 73 года и у нас есть даты разгрома мировых империи мы отыщем эту дату возможно это будет день брусиловского прорыва в 1916 году когда можно было до конца осуществить наступление русской армии и с 16 года Берлин был бы оккупирован до сегодняшнего дня русской армии без всяких американцев британцев французов и голландцев мы найдем но не важно дата праздника важно то что мы отдаем должное именно нашим вооруженным силам как бы они назывались царская армия советская нынешняя нам нравится больше название РДА русская добровольческая армия потому что в нашей армии должны служить солдаты офицеры по доброй воле по зову сердца а не те кто со страхом достают повестки военкомат из почтовых ящиков и 200 тысяч призывников скрылись за границей а еще 200 тысяч бегают по России так сделали они и цинисты и многие из нынешних чиновников что многие юноши боятся или просто не хотят служить поэтому нужно добиться чтобы в нашей армии были только добровольцы чтобы они ни в чем не нуждались имели бы красивую теплую для суровой русской зимы форму сытые и спокойные за свои семьи и поэтому никакие форумы экономические финансовые никакие теории потепления или похолодания не являются инструментом мировой политики а именно только наша армия это главный инструмент международных отношений потому что американская армия никогда не одерживала побед немецкая армия разгромлена французская армия бежала от немцев а китайская армия никогда не помышляла о никакой агрессии китай всегда был сам жертвой внешней экспансии японцы монголы или другие завоеватели одна армия на планете земля русская армия это мы освобождали народы Европы и Азии это русский солдат пролил море крови за свободу всего человечества это у них сегодня демократия потому что нет Чингисхана Наполеона Гитлера Карла 12 нету экстремистов нету исламских радикалов это русские везде стояли защищали и русские просили свободу а американцы оккупируют слабые государства разбомбив их прежде всего с воздуха ни один американский солдат не одерживал победы ни в одном сухопутном бою поэтому мы славим нашу армию это миллион русских солдат и офицеров надо их будет два миллиона но мы не хотим чтобы они проливали свою кровь за чужую свободу теперь мы все сделаем чтобы русская армия защищала нашу Россию русский народ наши идеалы наши интересы наши богатства и для нее ничего не пожалеем и мы всегда будем чтить и славить вооруженные силы России и всегда главным праздником в нашей стране будут две даты день образования и первых побед русской армии и день победы 9 мая слава русской армии русскому солдату русскому народу слава России да здравствует Россия непобедимая евроазиатская это столб мировой истории это страна победитель да нас боятся но не надо нападать на Россию мы первые никогда не шли ни в Европу не в Азию если бы не слабость с последнего советского руководства сегодня парады русской армии шли бы в Кабуле в Баку в Ташкенте в Елисе в Киеве в Риге в Хельсинки в Варшаве русская армия там бы шагала под русскую музыку которая сейчас будет звучать здесь как марш славянки чтобы они все слышали что такое русская армия да русские идут по планете земля ради вашей свободы ради вашей демократии против террора против насилия слава русскому солдату все с праздником Владимир Владимирович